Всем привет! С вами Хельга Пирогова. Давайте обсудим последние новости и подведем итоги дня. Алексею Навальному сегодня должно было исполниться 48 лет. Люди в России и по всему миру вспоминают политика. Единственную больницу, где получали помощь больные муковисцидозом, отдают раненым военным. Очередной путинский герой вернулся с войны и жестоко убил свою девушку. Эти и другие новости обсудим прямо сейчас. Сегодня Алексею Навальному должно было исполниться 48 лет. Но Путин убил его 16 февраля в колонии в Харпе после трех лет пыточных условий. Сегодня очень много людей вспоминают Алексея и несут цветы на его могилу на Борисовском кладбище. Там же к собравшимся обратилась мама Алексея. Спасибо за вашу память. Я думаю, что это самая прекрасная Россия будущая, о которой Алексей так мечтал, она наступит. Спасибо. Действительно, вера в прекрасное будущее России, любовь к стране и к людям – это то, что нам оставил Алексей, и за что мы продолжаем бороться. В разных городах страны люди приносили цветы и записки к мемориалам жертвам политических репрессий. Не обошлось и без полицейского давления. У памятников дежурили полицейские люди в камуфляже. В Ульяновске они поломали цветы, которые принесли люди. А в Новосибирске задержали девушку и парня, также после возложения цветов. Еще две женщины были задержаны прямо на кладбище, якобы за экстремистскую символику. Поразительно, как Путин, менты и вся их власть боятся уже убитого Навального. Боятся значков, наклеек, восклицательного знака и даже буквы «Н». Поэтому давайте не забывать его слова, что мы с вами необыкновенная сила. И нас очень много. В эти минуты на канале «Навальный лайв» начинается прямая трансляция концерта в Берлине. После новостей переключайтесь туда, чтобы быть в этот день вместе с командой и со всеми, кому Алексей дорог. В описании будет ссылка на трансляцию. В опасности и другие политзаключенные. Накануне выхода из ШИЗО новые 12 суток получил Илья Яшин. Поводом стало то, что Илья снял робу, когда переодевал нательное белье. И тем самым якобы нарушил дисциплину. Только вдумайтесь. А в конце прошлой недели ему запретили встречу со священником. Хотя это также безусловное право заключенных. Алексей Горинов сообщил, что ему уже две недели не передают письма в колонию. Это также грубое нарушение. Тюремная цензура не имеет права задерживать письма более трех дней. Очевидно, что власть хочет максимально изолировать своих оппонентов. Подвергнуть самым строгим пыточным условиям содержания. Это то же самое, что раньше они делали с Навальным. Яшин, Горинов, Карамурзай и многие другие находятся в смертельной опасности. Поэтому о них нужно как можно больше говорить. Глава республики Алтай Олег Харахордин ушел в отставку. Его место по предложению Путина занял Андрей Турчак. Соответствующий указ был подписан сегодня. Но вряд ли Турчак счастлив. Это, конечно, понижение в должности. Многолетний секретарь Генерального совета Единой России и теперь уже экс-вице-спикер Совета Федерации займется развитием туризма в регионе. Стоит ли говорить, что с Алтайским краем его ничего не связывает. Для того Путин и отменил выборы в регионах, чтобы просто сажать в кресло своих людей. Ну и вот пример, к чему приводит власть назначенцев. В Ставрополье в десяти жилых комплексах проживают более семи тысяч семей. И уже шесть лет они возят детей в отдаленные и переполненные школы. Последний раз чиновники обещали построить школу в 2022 году. Но потом оказалось, что деньги ушли на какой-то другой проект. Видимо, на войну. В результате люди даже провели флешмоб с требованием построить школу. И еще одно достижение на третий год войны. В России закрывается единственная клиника, которая специализируется на лечении муковисцидоза. Это очень тяжелое генетическое заболевание, которым в России страдает около 4 тысяч человек. Ранее правительство уже отказало пациентам в лечении импортными лекарствами, заменив слабыми российскими аналогами. А теперь единственную профильную больницу имени Плетнева в Москве переоборудуют в военный госпиталь. А потом и вовсе планируют закрыть. Но война на третий год волнует не всех. Например, она точно не волнует детей путинской элиты, у которых все еще есть возможность жить в Европе, тратить там огромные деньги и ни в чем себе не отказывать. Потому что ни они, ни их родители до сих пор не под санкциями. Но так не у всех. Например, под санкциями находится Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Путина. Санкция в свой адрес она считает несправедливыми и необоснованными. И, возможно, поэтому сделала себе идентификационный номер в Казахстане, с которым можно открыть счет и обходить санкции. Это аналог российского ИНН. По крайней мере, журналисты обнаружили, что такой номер получила ее полная тезка. Несколько очередных безумных новостей про вернувшихся с войны. К сожалению, под них можно уже собирать отдельную рубрику. Стало известно, что еще в апреле суд в Бугульме приговорил к восьми годам колонии вагнеровца, который избил свою подругу и оставил на холоде умирать. Именно из-за переохлаждения девушка и скончалась. Приговор при этом вагнеровцу смягчили, потому что он был на войне. При этом ранее он уже был судим за убийство и в Украине оказался благодаря помилованию Путина. Военный суд оправдал пятерых участников ЧВК ЕНОТ. Это единое народное общинное товарищество. Обвиняли их и в участии в ОПГ, разбоях и кражах. По версии следствия, их жертвами были предприниматели, которых подозревали в махинациях с товарами из-за границы. Они были понятыми и воровали ценные предметы во время расследования. Вместе с ними обвинялся и московский сотрудник ФСБ майор Александр Мрещук. Гособвинение просило от 12 до 17 лет тюрьмы, но всех в итоге оправдали. Такой вот в России гуманный суд. После того, как в Грузии правящая партия преодолела вето и закон об агентах все же был принят, грузинская мечта решила пойти еще дальше и внесла в парламент 19 гомофобных законопроектов. Среди них запрет на смену пола, регистрацию однополых отношений, пропаганду ЛГБТ и прочее. Подобное мы уже где-то видели и ни к чему это хорошему не привело. Но есть все-таки и хорошие новости из космоса. Впервые в истории были взяты образцы грунта с обратной стороны Луны. Это сделал китайский лунный зонд Чанье-6. Он успешно преодолел разницу температур, проблемы с освещением и электропитанием. На земле посадка планируется 25 июня, после чего образцы грунта несколько месяцев будут изучать. В России продолжается борьба с синим и желтыми цветами. В Усолье-Сибирском во время капитального ремонта жилой дом стал напоминать некоторым местным жителям флаги Украины. И, цитирую, в нынешней политической обстановке их это не устраивает. Из-за чего желтый цвет перекрасили в коричневый. Хотя большинство жильцов самого дома такое сочетание цветов более чем устраивало. Вот такие у меня для вас на сегодня новости. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца и надеюсь, что вы уже поставили лайк и написали комментарий. Нашей команде будет очень приятно. Отдельное спасибо всем нашим патронам. Вы лучшие. Приходите на стрим концерта в честь дня рождения Алексея Навального и хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова